Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, ситуация такая. С мужем браке 7 лет. Он 5 дней в неделю в армии. Приезжает на выходные. Я 2 года назад тоже устроилась в область работать, чтобы подработать денег. Стала приезжать тоже, только на выходные. Смотрите. 7 лет в браке. Да, 7 лет. Ну, я думаю, что для вас вряд ли является секретом тот факт, что 7 лет срок не маленький. И что за это время вполне могли многие вещи измениться. То есть, могли измениться вы, мог измениться ваш муж. Ну, то есть, могли поменяться приоритеты, могли измениться цели и так далее. И обычно, обычно, люди такие перемены отслеживают. Как это происходит, да? Как это делается? Как люди отслеживают эти перемены? Ну, вот. По диалогу, вообще-то. Да? По контакту. Ну, по контакту с друг другом. Вот. То есть, когда я контактирую с тобой, да, когда ты делишься со мной, вот, ну, своими переживаниями, своими эмоциями, вот, своими мыслями. Что я вижу? Я вижу, что с тобой происходит, да, я могу заметить, ну, например, я могу заметить, что ты делаешь, да, я могу заметить, что я делаю, я могу заметить. Как ты себя чувствуешь, я могу заметить, как я себя чувствую, то есть, это вот, ну, такая достаточно, достаточно логичная, ну, на мой взгляд, история. Что получается и что происходит в вашем случае? В вашем случае, получается, происходит то, что вы, судя по тому, что вы описываете, по крайней мере, друг с другом не находитесь в контакте, потому что, ну, мало времени проводят вместе. Получается, получается, не общаетесь, получается, не разговариваете, получается, не делитесь друг с другом, значит, тем, что с вами происходит, тем, что, ну, вообще, вот, в принципе, ну, в вашей жизни вообще происходит. И на первый взгляд может показаться, что речь идет о том, что вы как-то, ну, должны общаться, да, то есть, это вот что-то такое, что-то своего рода обязанность, да, что вот я обязан, там, общаться с мужем и так далее. Нет, дело немножко не в этом. Дело немножко в другом. Дело в том, что общение возникает на основе общего, то есть, вот, того общего, того общего, что, в принципе, между вами есть. Поэтому речь идет здесь не о том, чтобы вам общаться, речь идет не о том, что вы не общаетесь, что из-за этого вы, там, ну, гипотетически, вот, какая-то, не знаю, плохая, да. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что похоже, похоже, между вами и вашим мужем как будто бы не осталось общего чего-то. Или очень мало общего. Или очень мало общего между вами и вашим мужем. Понимаете, какая история? Вот если есть, скажем так, определенная проблема, какая-то, то она заключается в первую очередь в этом, что между людьми теряется общество. Кроме того, кроме того, кроме того, кроме того, кроме того, вы, на мой взгляд, описываете такую ситуацию, когда, в общем-то, вы, получается, сталкиваетесь с определенным кризисом. То есть, вы, получается, пошли работать не потому, что вам работать хотелось, вот, не потому, что вы хотели чем-то заниматься, а вы просто работаете, потому что, вероятно, не хватало денег. Вот. И не хватка денег, это в достаточной степени является травмой. Ну, или может являться травмой. Почему? Почему это может являться травмой? Ну, все очень просто, потому что это нарушение в стабильности человека. Это в определенной степени разрушение, так скажем, да, разрушение реальности человека. Вот. Понимаете, да? И, на мой взгляд, в этом вы остались одна. То есть, опять же, нет у меня ощущения, что ваш муж как-то, вот, в курсе, допустим, нет ваших переживаний, по этому поводу, вот, нет у меня такого ощущения, что ваш муж, например, ну, знал я, давайте делать отсчет в том, как вы вот это переживаете, как вы это переживаете, ну, как вы вообще, условно говоря, там, молчите, либо не говорите ничего. То есть, есть некое, есть некое закрытое. То есть, вы говорите, я сама пошла работать. Естественно, неплохо, что вы сами пошли работать, Я немножко про другое говорю. Я говорю больше про то, что вы, ну, на мой взгляд, просто довольно одиноко выглядите в этой ситуации, так сказать. Вот. То есть, вы выглядите одиноко и покинут. Дальше. Последний год был очень тяжелый, но пришел военный фортификат на покупку квартиры. Все этого добивалось 8 месяцев, и когда пришел этот фортификат, у нас были совсем большие проблемы с деньгами. В данном случае не очень понятно. Вот. Вы пишите про то, что вашему мужу пришел сертификат на покупку квартиры. Вот. Но вы пишите, что вы этого добивались. То есть, я вот, честно говоря, вот этот момент не очень понял. То есть, если фортификат пришел ему, как добивались этого вы? Вот. Я заранее извиняюсь, конечно, если это, если это какая-то очевидная история. Вот. Но я не знаю. То есть, как бы, здесь в данном случае у меня нет, вот, понимания, да, того, что происходит. Соответственно, я считаю, что тот должен вас об этом попросить. Ну, как минимум. Вот. Значит, вы пишите, что добивались этого. То есть, вам это было важно. Хорошо. А было ли вам этому мужу? Вот. То есть, то, что было важно вам, это понятно. Вот. А мужу как было? Муж разделял? С вами? С вами? С вами? Ну, важно с этого. Или нет? Если разделял? Если разделял? Как это проявлялось? Если разделял? Если разделял? Вот. А если нет, то опять же вопрос, как это проявлялось? Вот. Потому что у меня, у меня создаётся такое впечатление, что вы делали это всё, ну, что это всё одна делали. Вот. То есть, нет. То есть, нет. То есть, нет. То есть, нет ощущения, что, что мы сможем, вот, ну, вдвоём, как-нибудь, так и всё, ну, реализовывать. Понимаете, да? Вот. Опять же. Здесь у меня нет желания вас обвинять чем-то. Просто хочется разобраться. Дальше. Так. У нас были большие проблемы с негадом. Ну, опять же, что значит у нас? У вас или у мужа? Я продавал свою машину. Стал ездить по 4 часа на автобусе. В пятницу выезжала. В пятницу выезжала. В воскресенье обратно. Зимой это было совсем тяжело и трудно. Я проезжала. Очень замерзший, уставший. Покупка культира тоже занималась я. Потому что муж в армии, ему было некогда. Ну вот, опять же, вы описываете довольно много нюансов, скажем так, неприятных. Вы описываете довольно много нюансов таких специфичных, как продажа ваших личных вещей, да, и так далее. И естественно, что, ну, реагировать, реагировать на это, ну, позитивно. Вряд ли можно. То есть, просто вы реагируете на это, ну, просто подавление. Потому что ни о каком, ни о каком диалоге со своим мужем, да, ни о каком диалоге вы не говорите. Вот. Это вот вообще-то очень, ну, такой, достаточно, на мой взгляд, тревожно. Тревожно, я бы сказал. Знак тревожный, я бы сказал. Сигнал, потому что, ну, по сути, вы просто продавляете все свои реакции. В данном случае. Что нас к этому привело? Эм, недоверие, эм, недоверие мужу. Эм, какие-то, ну, сложности, трудности, эм, проблемы с ним. То есть, вот это, пока что для меня не я. Но то, что уже в 9 были какие-то проблемы, и то, что вот вы говорите, например, что, ну, вы говорите, что, вот, вашему мужу там некогда было у него гола и прочее. Опять же, очень важный момент заключается в том, эм, действительно ли это, ну, то, что вы говорите. То есть, действительно ли вы, э, считаете, что вашему мужу были гола, или вы, э, на самом деле, как бы обижаетесь на него, на самом деле вы считаете, что он мог бы вам помочь, так насколько вы, э, искренне в этом. Вот, вот, в том, что вы говорите. Эм, вот, опять же, эм, поймите меня правильно, да, в никаком случае не, эм, не хочу вас, э, как-то обвинять ни в чем. Вот, э, просто считаю своим, э, долгом обратить ваше внимание на это, ну, потому, потому что это очень важный момент, и от этого, в общем, ну, в общем и целом, э, на мой взгляд, э, собственно, и зависит, э, то будете ли вы, э, э, что там, отношения вы вправы, да, дальше или нет. Вот. Вот. От этого зависит и природа ваших чувств, которые вы ощущаете сейчас, ну, на данном, на данном этапе. Вот. Дальше. Значит. Эм, ну, напалась по три раза на неделе туда-обратно, муж начал придираться, что дома не порядок, что не полноценно готовлю. Но это было на самом деле так, последние два месяца я, действительно, очень уставала, еще довели долги, которые на мне, кроме этого, чтобы оформить квартиру, я сдала свое золото и еще нанимала у друзей денег. Ну, то есть, вот, э, есть такое ощущение, что, как-то вы, э, начали, э, двигаться не особенно, очень, по своей жизни, да, вот, стараясь и стремясь, э, э, всячески, э, всячески, э, игнорировать, вот, возможно, вам это не понравится, да, но, э, всячески игнорировать, то, что, по факту, вот, с вами, э, ну, происходит, как бы, вот, то есть, э, э, игнорировать свои проблемы, например, игнорировать то, что, э, вам, ну, э, неприятно, дискомфортно от, вот, э, ну, от, от чего-то, может быть, да, и так далее, что, из вот этого, как все, э, вами, как-то, игнорироваться, вот, хотя это очень важно, вообще-то, это, это определяющая история, одна из определяющих историй, понимаете, понимаете, да, понимаете, да, какая ошибка, а у меня ощущение, что вы, вот, не замечаете, да, например, вы не замечаете того, как вам, э, тяжело, вы не замечаете того, как вам, э, ну, как вам болезненно, да, вы не замечаете того, что начинаете, там, словно говоря, э, как-то вот, э, ну, переступать, да, через, э, переступать через себя и прочее, 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 вот, этого слова вы как будто бы не замечаете. А вот, разгад вопрос, а, почему так? А, и, разгад вопрос, да, о, вашей личной границе, о том, что они наручены, э, ну, вот, в той или иной степени, да, э, косвенно говорить о том, что вам нужно придраться вашему, и требовать от вас, значит, ну, готовки, полноценные, ну, домашние, я так полагаю, об этом идёт речь, вот и так далее. Опять же, это как бы как правило становится возможным и так далее, когда человек позволяет нарушать свою личную границу, то есть, ну, слишком много, например, на себя заваливают, вот. Вот и у меня в данном случае есть столько ощущений, столько чувства, что вы на себя заваливаете очень много, не справляетесь, ждёте, ну, ждёте какой-то помощи, ждёте какой-то поддержки, не получаете её, обижаетесь, расстраиваете, вот. А потом как бы всё это скажется в обиду. Далее. Идём. Вы пишите, значит, так, я действительно очень вставал, давили долги, значит, позназанимал у друзей, последнее время, да, я стал раздражительным. Посмотрите. Дело не в том, что вы стали раздражительными. Ну, раздражительный в этом смысле, точнее, раздражительный в этом смысле, может быть, каждый человек, то есть, ну, любой человек, абсолютно любой, может столкнуться с кризисом. Это нормально. Вопрос немножко иной, как мне кажется. Вопрос заключается больше в том, да, как вы сами с этим кризисом обращались, вот. Как вы обращаетесь с этим кризисом в контексте, ну, например, вашего мужа? Да? То есть, знал ли ваш муж о том, что с вами происходит? Знал ли он о том, чего вам стоит? Вот это всё. То, что вы, ну, то, что вы описываете. Потому что, если он не знал, то для него выглядит вот эта ситуация, которую вы озвучили, для него эта ситуация выглядит, ну, не побоюсь этого слова, неожиданностью. Вот. Для него эта ситуация выглядит как что-то такое аномальное. Вот. И, судя по тому, что вы описываете дальше, я думаю, что он в какой-то степени, в какой-то степени, с его стороны тоже наблюдалось некое такое, ну, накопление, что ли, чего-то вот, ну, чего-то негативного, да. То есть, с его стороны тоже наблюдалось накопление какого-то негатива. Вот. Только не вы, не он об этом, судя по, опять же, тому, что вы пишете, да, не вы, не он предпочитали об этом не говорить. Вот. С меня это вообще ощущение, что вы со своим мужем вообще говорили, ну, говорили или говорите. К сожалению. К сожалению большому моему. Вот. Дальше, значит, день получения ключей. Я приехал домой, приехал вечером, взял деньги и ключи с другом поехал смотреть машину себе и смотреть квартиру. Я была в шоке, если после свойств, что я делал, он не со мной, а другом поехал. Ну, вот, опять же, для вас стало неожиданностью то, что он это сделал. Вас можно в этой ситуации понять? Можно понять. Но шок, как правило, вызывается тем, что человек чего-то не ожидал. то есть, шок вызывается состоянием, когда человек не ожидает чего-то. А когда человек чего-то не ожидает, это означает, что он не имеет связи с реальностью. вот. Понимаете, да? О чем идет речь? И волей-неволей, возникает диссоциация. Вот. Понимаете, да? Поэтому, вот, хочется спросить. Вот вы говорите то, что я для него делал. Да. Точнее просто, то, что я делала, пишите вы. Нужно ли муж о том, что вы делаете и о том, как вам тяжело? И вы пишите, ну ладно. То есть, вы, в общем-то, это тоже проигнорировали. Ну ладно, значит, я его попросил не курить в квартире. Настем мне сказал, что это моя квартира, что хочу, то и делаю. Хотя семь лет жил в моей. И вот здесь снова есть такое чувство, что вы не отреагировали свои эмоции. Да. Ваш муж жил в вашей квартире. Но разве не вы позволяли ему его жить? Вот. Ну и то, что вы ему высказали, это вот такое ощущение, что первое за долгое время, в общем-то, разговор. Первое за долгое время разговор. Вот. Значит, я высказал, что это отразительное отношение ко мне. Он больше не приехал, остался там ночевать. Через пару дней заехал, забрал вещи некоторые. И всё. Через пару дней у него умирает отец. Мне сообщили его родные. Я кое-как ему дозвонился. Зачем? Зачем вы ему дозвонились? На последние деньги покупаю билеты. Опять же, вот вы как бы, ну, не совсем понятно, для чего вы это делаете. Вот. И как к этому относится муж? Мы поехали туда, по приезду там он вел себя сперва нормально. Что значит нормально? Ну, он сказал, я так всё хорошо в квартире сделал. Жалко ты не увидишь, у него были планы. Говорит, по приезду, по поедам с парашютом прыгать. Он мне дарил этот сигар после похорон. Человек резко сказал, что я хочу жить один, как отец. То есть, ну, это просто говорит о том, что вы человека не знаете. Да? Что вы как бы не в курсе, что с ним происходит. То есть, вы не в курсе, что происходит с вами. То есть, вы не внимательны к себе, не внимательны к другому человеку. Вот. Дорога домой вообще не разговаривал со мной. Говорит, хочешь, подавай на развод? Я был в шоке. Опять шок, да? То есть, понимал, что так и было. Опять шок. То же самое, что и в первый раз. Он сказал, что никакая не хозяйка. Сказал, что чуть больше нет. Этот раз меня к себе уехал. Через неделю я ему звонила. Зачем? Он перед другим говорил всякие гадости. Ну, тут, кстати, по самобиле. Какая яща он любил, но так иногда. В целом, нет. Он решился и дочкой. Сказал, что местный авиасладу на телефоне видел, где я другу пересылаю его сообщение, где мы ругаемся. Я там плохо не называю. Да. А как бы... Зачем вы это делали? В общем, у меня очень сильная обида. На что? Обиду можно помочь вам прожить. Обида проживается. А вот что делать дальше, да, и как выстраивать отношения. Это вопрос. Вот это вопрос. Вопрос здоровости отношений. Вопрос функциональности отношений. К комфортности. Удобства. Не знаю, есть ли возможность и смысл что-то восстановить, или это конец, и лучше строить свою жизнь без него. А вы чего хотите? Мы тоже не знаем. Решение за вас мы не примем. Хотите, поможем прожить вам развод? Хотите, можно гармонизировать отношения? Вот. Что хотите? Но сначала в любом случае нужно будет разобраться в себе. Сначала нужно будет в любом случае научиться быть более внимательным к себе и более осознанно относиться к тому, что происходит с вами. В первую очередь с вами. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи!